Рев его турбин надел немало шума в авиационном мире. После недавней публичной премьеры российского истребителя пятого поколения ПАК-ФА в воздухе, похоже, снова паритет. В споре нашего Т-50 и американского Ф-22 многие отдают предпочтение российскому истребителю. При этом разработчики говорят, что самолет показал лишь треть своих пилотажных возможностей. Потенциал у планера инновационных двигателей огромный. Сердце истребителя, двигатель пятого поколения, разрабатывает и производит НПО «Сатурн». Оно входит в объединенную двигателестроительную корпорацию, интегрированную в Ростехнологии. Конструкторы уверены, если сейчас не сделать мотор, который будет лучшим и через 10 лет, то можно навсегда отстать от всего мира. Что уникально, это моноколесо достаточно большого диаметра, с достаточно большой степенью сжатия и с очень высокими характеристиками не только в рабочей точке, но и по всей линии протекания газонимических процессов. Изделие 129, рабочее название этого двигателя, еще совершенствуется. У него должно быть плоское сопло для меньшей заметности радарами противника. Показывать двигатель ПАКФА, тем более его детали, строго запрещено, все секретно. Хотя многое из новых разработок переносят и на другие рыбинские проекты, гражданские. Флагман здесь силовая установка Сам-146 для сухого Суперджет-100. Серийное производство этих двигателей наладили год назад, а первые лайнеры вышли на линии минувшим летом. Особенно довольны тем, что чрезвычайно тихо и комфортно в этом самолете. И это сравнимо с 320 серией и 737 Буэн. Даже немножко лучше, потише. А скорость достаточно приличная. Отличные характеристики двигателя закладываются в этом КБ. Оригинальные лопатки компрессора – гордость рыбинских конструкторов. Секретов в ней никаких нет. Все секреты внутри, которые мы тщательно охраняем нашими патентами. Все дело в специальных каналах внутри лопатки, по которым движется воздух. Это стерилитографическая модель лопатки, которая выращивается на специальных станках с использованием специальных пластических масс, которые отверждаются лазерным лучом. Вот вы можете видеть вот эти множество каналов, так называемое ребрение. В этих каналах внутри протекает воздух. И таким образом обеспечивается теплообмен или теплосъем этим воздухом температуры с металла. За счет такого охлаждения можно поднять температуру сгорания, а значит и тягу двигателя. Именно за нее в первую очередь борются все двигателисты. Чтобы освоить выпуск подобных тонких деталей, на заводе полностью переоснастили производство. Тончайшие каналы и отверстия диаметром 0,3 мм в титановых деталях делаются на станках электроэрозионной обработки. 30 отверстий, 4 лопатки, и все они делаются вместе. Вот это сложно. То есть делать одно отверстие, независимо от другое, это не такая сложная работа. А делать все вместе, 37, в нужных координатах, это, конечно, как говорят летчики и высший пилотаж. Эти изделия, как принято называть двигатели, должны поднять на новую высоту российский авиапром. Уже прорабатывают возможность установки Сам-146 на амфибии Бе-200 и региональные АМ-158. Для самолетов такой размерности лучше двигателей в России не делают. Здесь же в Рыбинске рождались и моторы для предка Суперджета, легендарного Ту-154. Однако Сам-146 – это первый российский авиадвигатель, сделанный по международным стандартам. Все идет точно в срок, и все собирается как лего. То есть полная взаимозаменяемость, и, скажем так, каждый двигатель, он не является уникальным, как в Советском Союзе. Тогда почти каждая деталь была ручной работой. Теперь почти всю делают роботы-станки, у которых не бывает плохого настроения, и брак, скорее, исключение. Это другая надежность, другие ресурсы. Это в два раза изначальный ресурс больше на сами. И, конечно, подход другой. То есть в эксплуатации работать самым гораздо легче и быстрее. То есть время простой самолета уменьшается на порядок, в отличие от двигателей модификации 154 и Л-76. Можно заменить какой-то модуль. Если там что-то, может быть, случилось или какой-то ресурс выработал, то можно просто заменить модуль отдельный и продолжить дальше эксплуатацию, не возвращая двигатель в сборочный цех. После сборки, которую, как во всем мире, доверяют только человеческим рукам, все самые отправляются на стендовые испытания. А в КАКУ авиационные двигатели проходят и еще на земле. Значение стендовых испытаний нельзя переоценить. Это обязательное условие для того, чтобы двигатель авиационный для гражданского самолета мог быть установлен на этот самолет. Естественно, результат должен быть только положительным. По венам этого сам 146 побежит керосин и задвигаются его лопатки теперь уже в Комсомольске-на-Амуре, когда очередной серийный суперджет отправится с завода в авиакомпанию. На регулярных рейсах сатурновские двигатели однажды предотвратили аварию. Здесь был случай, когда самолет столкнулся со стаей птиц, и не одна, а несколько птиц попали в двигатель. По результатам осмотра двигателя не было найдено ни одного повреждения. Это случай фактически уникальный, и еще раз подтвердило, что та техника, которая сделана на НПО «Сатурн», она надежна. В схожей ситуации два года назад А-320 с отказавшими двигателями пришлось сажать прямо на Гудзонский залив. И простерство пилотов помогло избежать трагедии. Сам 146 испытывали на попадание птиц еще в 2010-м. Тогда, в соответствии с жесткими европейскими нормами, он проглотил одновременно четыре утки. А еще успешно пережил попадание града и льда. К потере управляемости двигателя и потере основных параметров ниже допустимых пределов это не провело. Это, собственно, тот результат, который подтвердился и на сертификационных испытаниях на открытом испытательном стенде. Этот стенд вскоре опять заработает. Здесь начнутся испытания нового российского авиадвигателя. «Сатурн» подключился к работе над прорывным мотором ПД-14, который разрабатывают для магистрального самолета МС-21. Принципиально новая конструкция лопатки-вентилятора – полой, титановой. При этом, безусловно, сегодня так же, как применение полой лопатки-вентилятора, должно рассматриваться применение композитов. Мы здесь должны смотреть на лидеров в области двигателя строения – General Electric. Их выбор – это композиционные лопатки-вентилятора. Экологичность и экономичность – то, за что борются авиаконструкторы и инженеры по всему миру. Для обычного пассажира это означает скорость, комфорт и тишина в салоне. Таким будет полет на самолетах будущего. Продолжение следует...